Я вас снова приветствую в нашей открытой студии хоккейной команды «Югра». Вот прошел второй период, счет, вы как знаете, уже 1-0. И вновь со мной, советующие новые, это заместитель губернатора «Югры» Елена Витальевна Шумакова. Здравствуйте, с днем рождения вас. Спасибо большое, сегодня очень приятно работать на хоккее во время своего дня рождения. И Валера Васильев, вы его уже видели в первом перерыве. Для начала поговорим о прошедшем периоде. Елена Витальевна, что у вас кажется, вообще разбираетесь в хоккейных правилах? Ну, в хоккейных правилах, может быть, недостаточно профессионально, но в хоккейных эмоциях, я думаю, что за эти годы я натренировалась понимать нерв игры, понимать, когда ждать переломного момента. Ну и главное, что наши ребята, они всегда вселяют уверенность. Какой бы ни был счет, там первый период закончился 0-0, да, сейчас мы все-таки забили. Понимаешь, что эта команда точно добьется результата. За последний сезон ребята приучили нас к этому. И иногда с валидольными матчами, иногда с более уверенными матчами. Но всегда есть внутренняя уверенность, что все будет хорошо. Валер, ты слышал это? Да, слышал. Ну, а как там вообще на трибунах было в эти два периода? Волновались все? Потому что игра такая жесткая, динамичная. Я вижу прям трибуны все активные, что-то кричат постоянно, общаются друг с другом. Как оно там было? На трибунах было действительно жарко, на трибунах было очень энергично. Мне кажется, что наша команда чувствовала ту энергетику, которую посылали болельщики. Потому что Югра приучила нас, что победы обязательно будут. И второй период, он, как правило, для нашей команды всегда удачный, результативный. Поэтому где-то интуитивно ждали, что вот-вот это случится. И, слава богу, ребята нас не подвели, как обычно. Кстати, говоря о болельщиках и об эмоциях, замечала уже не раз на трибунах есть разные типы болельщиков. Кто-то постоянно кричит, говорит, что нужно сделать правильно, знает всех игроков по именам, фамилиям. И может там свои какие-то конструктивные критику какую-то внести. Есть те, кто спокойно сидят. Вот вы, какой болельщик? Ну, я, мне кажется, все-таки больше эмоциональный болельщик. Наверное, даже более эмоциональный, чем мои дети, которые ходят регулярно со мной на хоккей. Потому что, ну, у меня, видимо, такое спортивное ДНК, которое всегда заряжено на результат. Который должен быть любой ценой, чем раньше, тем больше. Вообще, в принципе, я спринтер по природе своей. Профессионально занималась с детства легкой атлетикой, в соревнованиях участвовала. И мне важно, чтобы на короткой дистанции результат был максимальный. Чтобы он достигался как можно быстрее. Поэтому я эмоциональный болельщик. Но мне кажется, в целом, очень такие разные болельщики, разные энергии, разные эмоции. Они создают такую уникальную симфонию, которая, ну, как оркестр, работает на то, чтобы помогать ребятам бежать к воротам, забивать скорее эти шайбы. Поэтому мне кажется, что все это химия, она работает на успех. Ну, я думаю, это так и есть. Валера, что ты скажешь? Ощущаете ли вы действительно то, что происходит на трибунах? Абсолютно верно. Всегда, когда ты играешь дома, чувствуешь душу и сердце своего болельщика. И он всегда тебя гонит вперед. И ты стараешься играть на максимум. Елена Витальевна слышала, она очень громко болела. Всегда. На каком вы ряду сидите? Я очень люблю фанатский сектор, особенно там, где барабанщики. Мы часто с детьми туда заходим, потому что там особая энергетика, особенно когда рвут барабаны. Это вот прям такой особый нерв, ритм, который обязательно надо прочувствовать. Значит, матч удался, если порвали барабаны. Да, мне кажется, по крайней мере, для болельщиков это точно. Валера, ну расскажи еще раз позиции хоккеистов. Слышите ли вообще болельщиков, когда они какую-то критику действительно вносят или когда хвалят? Вообще вот их эмоции, их наставления? На самом деле за все время, которое ты проводишь на этом холодном овале, как мы его часто называем, немножко, так скажем, уже есть некая выработка, не обращать на, наверное, там, критику, да, которая бывает за твоей спиной. Иногда слышно на выездных матчах чаще, чем дома. А общую поддержку всегда, безусловно, слышно, и это действительно помогает команде идти вперед. А что вообще ощущает хоккеист, когда вот он забил гол, например, и тут все кричат его фамилию, мне кажется, лично, это вообще что-то, наверное, невероятное. Когда тысячи людей, не то что тебя знают, они воспаляют тебя. Это самые лучшие эмоции, ради которых мы здесь. Это действительно не передать никак словами, это нужно прочувствовать только. А были какие-нибудь истории, связанные с болельщиками? Что, в обморок упало от радости? Серьезно? Нет, нет, а с болельщиками что вы имеете в виду? Ну, какие-нибудь истории, связанные с болельщиками, может, какой-то приятный сюрприз для тебя был? Или, может, тебя болельщики где-то встречали? Знаете, во всех командах есть фан-сектор, так называемый, и он всегда на протяжении всего сезона находится с командой. И на всякие праздники, Новый год или начало сезона, конец сезона, всегда они какие-то небольшие сувенирчики готовят. Это очень трогательно и приятно, действительно. А помнишь какой-нибудь необычный подарок? Ну, вот в Хабаровске нам подарили такую небольшую статуэтку тигра, болельщики, и там написано было «Тигр однажды, тигр навсегда». Это очень трогательно. Я думаю, такие сюрпризы действительно хочется забрать домой, смотреть, чтобы грели душу. Так сказать, есть же у каждого спортсмена уголок славы. У тебя есть, кстати, такой? Да, стена. У вас был такой? Да, у меня был такой. У меня был такой, там были награды, дипломы, медали. И, кстати, сейчас он пополняется теми наградами, которые получают дети. Поэтому это уже какой-то такой именно семейная династия спорта. Поэтому это на самом деле очень приятно, когда лень встать утром, пойти на пробежку, пойти там поиграть в волейбол. Ну, просто выйти подышать воздухом, походить скандинавской ходьбой. И всегда посмотришь и думаешь, ну вот мог же, это же дает результаты. И сразу лень как-то пропадает. Вот вам небольшой лайфхак, как бороться с ленью. Ну, это действительно, я думаю, очень приятно. Допустим, Владимир Сахацкий, я знаю, что всегда берет подарки от болельщиков, уносит их домой, вешает. И на стене может повешать. Все плакаты он с собой забирает, он это рассказывал, фотографируется с детишками и очень им благодарен. Поэтому это очень здорово, что действительно такая взаимосвязь у болельщиков и хоккеистов. Елена Витальевна, если бы вы были спортсменом, а в частности хоккеистом, какое амплуа вы бы себе выбрали? Ну, мне кажется, все-таки я была бы нападающим. Потому что вот то, что мне близко из легкой атлетики, это взять шайбу, боблотку и бежать, бежать, бежать к воротам как можно быстрее. Еще по дороге не споткнуться о барьеры, препятствия и все остальное. Поэтому мне кажется, все-таки нападающим. А какой бы у вас был стиль игры? Есть такие нападающие, которые дерзкие, есть более тактичные, спокойные? Нет, тактичные, спокойные, это все-таки не для меня. Это больше для тех, кто привык бегать в марафон. Я все-таки быстрее добежать, обвести и максимально быстро добиться результата. Валера, а скажи, как ты пришел к амплуа своему защитнику? А я не приходил к нему. Тренер просто поставил на это амплуа и все. Ну, кстати, может быть, раскрою болельщикам небольшой секрет. Валера, мне кажется, самый спокойный хоккеист в нашей команде. Действительно не понимаю, что тебя вообще может вывести из себя. Ну, лучше, чтобы ты не видела, когда это будет. Потому что я действительно могу долго терпеть, да, но потом в один прекрасный момент это все закончится. И будет не очень весело. Лучше не будите в нем зверя. У каждого в команде своя роль. Поэтому получается такая химия, такой коллектив. Елена Витальевна, со мной поделились интересным фактом, что вы имели опыт комментирования матча. Можете ли рассказать подробнее, когда это было, при каких обстоятельствах? И поделиться своими впечатлениями? Ну, мне было, на самом деле, очень приятно, что мне доверили такую ответственную миссию. Матч был непростой. Там как раз была ситуация, когда должен, должен, должен был наступить переломный момент. Не все хорошо складывалось в нашу пользу. И где-то на подкорке я чувствовала, что вот-вот все должно сойтись, и мы должны сравнять счет и выйти вперед. И так, собственно говоря, и получилось. Мы в итоге победили, хотя матч такой был на весах, на больших эмоциях болельщиков. Поэтому, мне кажется, что это очень такой интересный опыт. Одно дело, когда ты смотришь с трибуны, другое дело из комментаторской кабины. Третье, когда видишь все повторы у бортика. Но это позволяет прочувствовать игру абсолютно по-разному. Вот мы даже сейчас делились впечатлениями, как она выглядит с трибуны, как она выглядит здесь. Совсем другие скорости, совсем другая энергетика. Этим мы и дорожим, приходя сюда на хоккей, приходя с семьями, приходя с детьми, приходя с бабушками, дедушками. Очень здорово, что клуб создает такую замечательную атмосферу, которая в перерывах позволяет здорово провести время всей семьей, послушать музыку, поучаствовать в мастер-классах, в каких-то спортивных активностях. Хоккей, он в Ханты-Мансийске, в Югре, это действительно большой праздник. Праздник, на который мы приглашаем всех вас, дорогие болельщики, впереди плей-офф. Наша команда достойно прошла этот сезон. Я думаю, что в плей-офф она нуждается в том, чтобы весь город, весь Ханты-Мансийск, весь округ был здесь, как одна большая семья болел за наших. Даже нечего добавить, я так думаю. Хотелось бы с вами проверить знания команды нашей Югра. Наши ребята из детского фанатского сектора подготовили мне несколько портретов хоккеистов Югры. Знаю, у вас многолетний опыт боления за Югру. Валера, ну ты с ними в одной раздевалке, грех будет кого-то не узнать. Начнем, пожалуй. Как вы думаете, кто это? Мусихина Ксения нарисовала. Мне кажется, ну с бородой кто? У нас или Эльдар, или я, или Володя, может быть, еще бывает, да, или Ворона. Судя по уверенному выражению лица, такому непроницаемому, это, наверное, хотели Володю показать. Да, вратарь скорее всего, я тоже так думал. Правильно, я в шоке, вы молодцы. Это действительно Владимир Стархадский. Я тут убрала опознавательные все знаки. Так, следующий, но я думаю, это будет сложная задачка. Кто же вот это? Кто любит улыбаться? Я думаю, что... Или у кого такая прическа? Это может быть любой игрок, на самом деле, в нашей команде. Потому что мы примерно вот так все выглядим. Вот так. Даже затрудняюсь ответить. Дать подсказку, может? Ну, попробуй, да. Будет здорово. Я думаю, нужно обратить внимание на вот эти числа. Здесь номер 2 и 9. Получается... 2 и 9. Получается что? Александр Ахмальдинов? Александр Ахмальдинов. Вот так-то. Саша сейчас смотрит этот эфир и, наверное, сделал... Все понятно с вами. Это кто? Ну, здесь есть подсказка. Это Савчик. Ну, на самом деле, это тоже уникальная традиция. Есть, по которой можно узнать его. Он всегда уходит самый последний. И мне очень хочется узнать, в чем такой закральный, загадочный смысл этой традиции. Потому что именно он всегда уходит со льда последний. Делает такой коронный круг. Наверное, в этом есть какая-то тоже магия и химия побед. Я думаю, надо у него спросить. А ты думаешь? Как думаешь вообще? Я тоже думаю, надо у него спросить у меня. Все подумали. А это кто? Егор написано. А, от Егора. От Егора Менко. Может, Толя гол забил? Похож? Ну, ваше мнение? Ну, я соглашусь. Да? Давайте. На самом деле, это Артем Воронин. Ребята, что-то подздали. И сейчас мы посмотрим. Наверное, у нас уже время кончается. Надо кого-то прям интересного же еще нам отметить. Вот же. Это тоже кто? Тоже Артем. Легенда. Все вы знаете. И вот-вот-вот. У нас последний-последний где-то был. Вот. Это маска. А ты догадливый. Значит, Володя. Да. Логика работает. Ну, не все мы успели посмотреть, но я думаю, мы обязательно выложим в наши социальные сети все портреты наших хоккеистов. Спасибо ребятам из детского фанатского сектора за активность, за то, что знают и любят нашу команду. Ну, а мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Будем продолжать махать вам на трибунах, кричать, болеть. Валера уже теперь будет знать, куда надо махать, в какую сторону. Ну, не переключайтесь с телеканала Югра и болейте за любимую команду.